добрый вечер так хорошо звук пока есть замечательно мы все-таки начнем всем невзгодам наперекор и сегодня у нас тема тема денег и вебинар сегодня проводится в преддверии тренинга поэтому сегодня мы будем больше разговаривать о причинах безусловно я дам какие-то упражнения простые которые вы можете применять но так или иначе она подготовительная сделаем и в конце практику достаточно глубокую но больше вебинар провожу наверное для осознания того что тема денег она не такая поверхностная как мы ее воспринимаем потому что деньги иногда показывают очень многие вещи и через эти уроки мы снова таки можем налаживать свою жизнь в целом деньгами мы все с вами пользуемся мы живем в том мире в котором деньги есть поэтому как-то избегать этой темы или закрывать на нее глаза или сидеть на попе ровно уговаривая себя что все хорошо что вот вот что-то случится но при этом не действовать этого же конечно делать не стоит потому что жизнь есть энергия есть путь у нас уже тоже какой то есть поэтому следует двигаться на пути к себе на пути к своей собственной самореализации какому-то удовлетворению от собственной жизни к умиротворению гармонии и деньги здесь играет немаловажную роль хотя мы и находимся в каких-то непонятных отношениях с деньгами на самом деле деньги это всего лишь ресурс никаких отношений у нас деньгами не должно быть мы ими имеем возможность просто пользоваться использовать их поэтому вот эти перекосы что любить деньги молиться на деньги там призывать как-то привлекать как-то на энергетическом плане это отражается несколько выскаженном варианте то есть в любом случае это какая-то степень нужды проходим мы все эти этапы дамы где-то где-то просим где-то молимся где-то привлекаем где-то используем какие-то ритуалы но все должно быть в меру и с осознанием того что это некоторая игра некоторое подкрепление нашей веры можно так сказать и другой перекос когда мы избавляемся всячески от денег то есть тогда когда деньги приходят в достаточном количестве но уходит куда-то постоянно то есть денег как бы они есть денежный поток работает исправно они все время приходят но случаются либо какие-то обстоятельства либо мы тратим непонятно на что то есть идет просто подсознательное освобождение от денег это говорит о том что деньги несут какую-то опасность для нас это все сидит в нашем подсознании и на сознательном уровне мы считаем что у нас все хорошо но тем не менее постоянно думаем о том почему же не все так как нам хочется поэтому для начала поговорим об искажениях об искажениях а перед этим я вас попрошу с какими вы вообще задачами вот пришли на данный вебинар вот вы сюда пришли до какой у вас конкретно стоит запрос какие отношения с деньгами вы хотите исправить наладить оздоровить исцелить какие вопросы у кого-то может быть действительно вот просто дичайшая нехватка долги одолела все у кого-то может быть расширить какой-то застой какое-то болото то есть уже доход несколько лет на одном уровне нет ни прибавки не уменьшается не увеличивается у кого-то как раз вопрос как сохранять что-то для себя то есть напишите так любопытство хорошо черная полоса черная полоса то есть идет отток я так понимаю да то есть какие-то траты 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 приход не покрывает траты так кого-то болото увеличить поток денег так как этого потока очень минимальный то есть уровень выживания и все это расширение улучшить свое финансовое положение тоже то есть деньги как бы какие то есть но недостаточно болото застой правильно распоряжаться деньгами но это как раз таки к тратам стабилизировать приход болото да вот очень многих когда мы занимаемся духовным развитием мы к этому вопросу подходим исправно и скажем так не уделяем внимание финансам не уделяем внимание деньгам то есть происходит некоторый такой перекос в духовность и у нас начинается застой и он действительно может длиться годами то есть как бы вроде бы деньги есть вроде бы все хорошо есть что покушать есть что одеть но какие-то глобальные цели например там покупка квартиры машины какой-то дорогой там или какая-то реализация планов не почему-то не происходит так увеличить поток денег да совсем с этим как раз мы и будем работать первый вопрос это конечно же наша ментальная составляющая потому что в любом случае на уровне духовном мы находимся не так часто на уровне духовном я имею ввиду на волне нашего высшего я на волне источника на волне бога то есть мы здесь пребываем хорошо если мы медитируем хорошо если мы расслабляемся выделяем для этого во времени но в любом случае чаще мы находимся в социуме у нас есть конкретные какие-то потребности нам хочется кушать нам хочется одеваться нам хочется жить в комфортных для нас условиях для того чтобы опять таки наилучшим образом служить этому миру потому что когда наши потребности не удовлетворены качественно служить мы не можем элементарно просто потому что мы отвлекаемся мы отвлекаемся на эти мысли а чем я завтра буду платить а что я завтра буду кушать а на что я буду ребенка в институт отправлять и прочие прочие моменты и мы не можем сосредотачиваться на как раз самореализации первый вопрос это наше убеждение и убеждение на самом деле выявлять сидя вот как бы просто сидя без движения достаточно сложно хотя это возможно все это делается на энергетических практиках все это делается через тело потому что все наши блоки они отражаются в нашем теле хоть мы этого иногда не замечаем а иногда просто настолько привыкаем к этим зажимом какой-то тяжести что мы даже уже не помним как чувствовать себя в здоровом гибком адаптированном теле можно так сказать что касается убеждений сразу дам такую практику потому что на уровне сознания то у нас все хорошо мы же с вами ну ни одну книгу прочитали ни один тренинг посетили ни один там вебинар посетили и мы слышим со всех сторон что человек устанавливает какие-то правила в состоянии корректировать и менять свою судьбу во всех отношениях что человек это потенциал бога что в днк содержится вся информация что мир это энергия направь лучик сюда все будет хорошо и тем не менее вот эти вот убеждения эмоциональные какие-то кадры которые сидят в нашем подсознании глубоко они не позволяют нам двигаться не позволяет нам жить так как мы хотим то есть есть степень и самообмана есть степень такой блокировки когда мы просто не готовы какой-то блок вскрыть почему потому что много боли и тела допустим сейчас просто не имеет достаточно количество энергии чтобы пережить это поэтому конечно же начинается все даже не с убеждений а с приведения себя в более-менее здоровое состояние чтобы наше физическое тело ну хотя бы имела возможность вскрыть этот блок потому что для этой работы для этой трансформации для этого проживания тоже нужна энергия что же касается убеждений практика достаточно простая и и каждый может самостоятельно делать и по сути чем мы занимаемся на индивидуальной работе с наставником с коучем частично даже с психологом что мы делаем мы задаем вопросы когда мы разговариваем сами с собой то есть мы пытаемся найти какое-то убеждение которое мешает нам и когда мы делаем это очень усиленно то по сути мы это делаем на уровне ума на уровне нашего эго мы же задали себе вопрос и эго же нам ответила на этот вопрос поэтому с поиском убеждений наедине с самим собой наедине с самой собой следует ну маленько увиливать от эго назовем это так то есть мы делаем запрос я прошу мое подсознание показать какие блоки какие зажимы какие искажения мне мешают моему собственному процветанию благосостоянию богатству блокируют денежный поток как угодно это назовите вывести на уровень сознания то есть как бы осознать для начала хотя бы осознать что мешает и мы с этим запросом ходим хотя бы недельку ну хотя бы для начала дня три и мы очень бдительно относимся ко всему что происходит опять таки здесь нужна балансировка такое некоторое равновесие то есть да мы хотим безусловно узнать этот блок мы хотим найти эту причину но не следует вот жить только этим вопросом только этим запросом то есть все я хожу три дня и вот жду жду когда же придет этот ответ жду нет сделать запрос все и отпустить этот запрос проснулись с утра с вечера себе сделали этот запрос во сне вы как-то это увидите услышите вы это как-то но самое главное свободно отпустить то есть можете представить шарик воздушный запрос в этом шарике и вы отпускаете его в небо то есть я доверяю себе я доверяю своим чувствам я доверяю своему подсознанию и вы просто с этим ходите желательно иметь какой-то блокнотику ручку коротик коротенький маленький чтобы он у вас везде помещался в машине на работе и еще раз ждать не следует то есть вы продолжаете жить своей жизнью потому что вот эти ответы которые действительно приходят из подсознания они приходят как некоторой вспышкой какой-то импульс вот вы просто сидели работали работали допустим и разговаривают там коллеги просто два человека стоят разговаривают и вы не слышали их разговор в какой-то момент вы услышали четко какую-то фразу вот эту фразу следует записать вы допустим едете по трассе и снова такие просто музыка какая-то играет или радио у вас разговаривает или вы с может быть с кем-то разговариваете и снова таки все хорошо хорошо как-то спокойно равномерно и в какой-то момент у вас внимание как будто переключается то есть происходит такой щелчок снова сделайте себе пометочку то есть это такое собирательное наблюдательное и собирательное потому что ничто как нейтральное наблюдение нам не позволяет скрывать наши подсознательные блоки а мы же чаще делаем что мы делаем напряженную работу то есть мы как-то в это все вливаемся так мне надо решить мне надо найти а мы все организованные самодисциплинированные и мы подходим к этим вопросам достаточно слишком даже серьезно поэтому реальных ответов реальных причин мы не находим то есть это выдает какие-то аргументы какие-то причины которые на самом деле ничего не меняет нашей жизни и мы прорабатываем там но к примеру человеку мешает какое-то чувство вины за какую-то там ситуацию в прошлом а эго ему выдает ты недостаточно уделяешь деньгам внимание и вот человек начинает думать 24 часа в сутки о деньгах там читать аффирмации делать все что угодно а на самом деле всего лишь нужно убрать чувство вины за какую-то ситуацию простить себя и вот это прощение как раз таки откроет этот денежный канал или бывает что это переключает на какие-то другие темы то есть человек начинает заниматься деньгами вроде бы своим финансовым мышлением и что-то случается случается там какая-то ситуация и человек эмоционально вовлекся переключился и забыл про деньги и опять возвращается к тому когда уже опять подошла какая-то степень нужды или снова таки какая-то неудовлетворенности и из-за вот этого заболачивания энергии тренинги мы с вами будем работать через практики по выявлению убеждений просто сегодня будет всего одна практика это будет сонастройки сонастройка денежного канала но в первом в первом и втором дне тренинга мы как раз будем разговаривать с глубинными причинами то есть это наша семья это наше детство сама социальная функция долга почему в какой момент для нас это стало нормой и прочие моменты для начала вы можете сделать вот это хотя бы упражнение то есть поставить себе действительно цель все я меняю свое финансовое не я поменяю когда-нибудь я попробую когда-нибудь чет четко признаемся себе я сделаю все что от меня зависит высший план оставляем в покое у него свои планы на насчет поэтому то чему быть она не случится никогда но наша степень ответственности сделать все от нас зависящее то есть это очистить наше подсознание это позволить себе по крайней мере жить так как мы хотим безо всяких зажимов безо всяких блоков безо всяких напряжений ставим цель я меняю свое финансовое положение я меняю свое состояние благосостояние я меняю поток денег я увеличиваю неважно как вы это все сформулировать и чтобы это резонировало именно внутри вас и после этого делаете запрос подсознание выведена сознательный уровень какие-то ситуации какие-то блоки пусть даже это кармические какие-то ситуации которые мне мешают и постепенно будет приходить информация потому что на самом деле обработать негативное убеждение сложности нет никакой практик очень много элементарно объяснить себе у вас уже достаточно для этого и аргументов и информации что да тогда вот это случилось вот так то и так то потому то потому то я прощаю потому что ну на тот момент я не знала я не знал на тот момент было так удобно на тот момент это помогло мне выжить то есть понять почему то ситуация произошла и уже сформулировать как бы новое представление новую модель новое убеждение для себя самое сложное вот непростое найти реальную причину действительно поэтому вот кто с запросом выявить парадигму в отношении денег понять услышать внутри себя почувствовать действительно истинный блок это стоящий запрос назовем это так все стоящие запрос но это вот один из первых то есть это то что касается убеждений второе упражнение которое вам в этом поможет это написать просто свою историю отношений с деньгами я хоть и говорю что не неверно иметь отношения с деньгами так или иначе она у нас как-то складывается мы их то любим то ненавидим то избавляемся то призываем себе на помощь то еще что то еще что то поэтому пропишите и пропишите от настоящего к самому-самому рождение вот настолько насколько вы это помните именно ваши отношения мы не берем наше окружение во внимание даже наших близких самых там мужей матерей в каком ракурсе мы пишем то есть вы так и заглавливаете мои отношения с деньгами моя денежная судьба мой денежный поток как вам нравится снова таки подберите для себя какое-то название которое вам резонирует и вот от настоящего момента . настоящего какие у меня сейчас отношения то есть я люблю деньги я ненавижу деньги у меня достаточно денег хотелось бы больше я иду к тому что у меня больше то есть я четко знаю что я двигаюсь в верном направлении я абсолютно спокоен в отношении денег или я переживаю что мне не будет у здесь максимальная честность самим собой самой собой как я я переживаю что я не смогу не переживаю там и начинаем отсчет обратно хронология такая какая вам комфортно вы можете взять как я относился там пять лет назад три года назад десять лет то есть вы берете тот период периодичность которая вам комфортно и просто описываете это для чего мы это делаем это тоже для того чтобы расшевелить маленькое подсознание для того чтобы информация вообще пошла нам изнутри потому что когда мы живем на уровне сознания особенно когда мы очень часто ходим по вебинарам и мы слушаем все слушаем и все красиво делаем практики любим всех и все принимаем все ситуации свои а желание сидят и желание вот они как бы в сторонке то есть до них мы не добираемся до глубин каких-то своих мы не добираемся потому что много читаем много там изучаем всего нет просто времени элементарно поэтому когда мы делаем вот такие вот упражнения прописываем автобиографию в каком-то ключе вот настоящее время вы будете прописывать относительно денег подсознание начинает восстанавливать общую картину то есть вся вот эта вот нейронная сеть паутина касательно денег она будет активироваться и вы уже начнете даже в этом упражнении начнете осознавать какие-то искажения где-то были где-то деньга деньги связаны допустим со взаимоотношениями с другими людьми то есть накладывается одна тема на другую тогда когда к примеру для нас а для нас на самом деле для всех важнее первично свое собственное здоровье вторично это взаимоотношения с другими людьми то есть коммуникация понимание взаимоуважение взаимообмен какой-то а деньги уже следом идут а у нас это все искажено потому что но мы долго очень в плане эволюции нуждались каких-то моментах все эти войны какие-то репрессии какие-то раскулачивания люди просто миллионами гибли за эти деньги постоянно какие-то реформы вечные государства играется как хочет а мы от этого страдаем поэтому когда мы начинаем это все поднимать когда мы начинаем все это прописывать мы уже видим много ответов и уже имеем возможность моменте здесь и сейчас как-то корректировать перенаправлять себя где-то надо себя простить и вы по пути увидите осознаете точнее что вот здесь вот обиделись на самих себя а вот здесь обиделись на какого-то другого человека что он вам не дал деньги а вот здесь вот вы обиделись на жизнь или какая-то претензия а вот здесь вот вы чувствуете себя виноватым до сих пор то есть когда вы начинаете вспоминать вот эти ситуации все в хронологическом порядке у вас эмоции будут сразу подниматься и вы имеете возможность это все отработать сразу же это что касается вот по первому это мы работаем с ментальной составляющей с нашими нейронными сетями с нашими представлениями с нашими моделями с нашими убеждениями тренинги мы больше будем работать не столько информация будет относительно заявленной темы информация будет выдаваться в каждом занятии но больший акцент все-таки будет на уровень энергии и на уровень эмоционального исцеления потому что это более влияет скажем так на нашу жизнь чем ментальное представление то есть это будет на самом деле все в купе потому что она связана друг с другом ментальное ментальное убеждение так как некоторая призма а эмоции эмоциональная составляющая она нам позволяет даже если мы себе где-то привираем она нам позволяет все-таки осознавать что вот здесь есть проблемка здесь есть какая-то нерешенная задачка следует ее решить следующий вопрос это деньги как показатель самооценки мы с вами являемся личностью и личность это как раз социальный атрибут когда мы имеем фамилия имя отчество когда мы имеем какую-то профессию когда мы имеем какую-то личную историю все это относится к личности соответственно когда у нас самооценка нашей личности занижена мы постоянно будем нуждаться то есть на самом деле мы не соответствуем своей собственной природе то есть я к примеру чувствую одно у меня какие-то финансовые проблемы и я вот из этой нужды начинаю что-то делать из самого состояния нужды естественно уже моя самоценность из состояния нужды она уже искажается другой момент когда завышенная наоборот то есть когда к человеку приходит много-много денег но человек такой в тиранической такой позиции эгоцентрической позиции находится то есть дается дается но они вот уходят постоянно причем уходит в негативном человек теряет все время теряет он вроде бы умножает 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 и теряет и теряет по независимым как казалось бы от него обстоятельства это говорит о том что следует обратить внимание на то для чего человек получает вообще деньги то есть для чего деньги какую роль какую функцию играет если это смысл жизни человек постоянно будет терять это все если это ресурс какого-то самоутверждение тоже будет теряться то есть деньги это ресурс который нам позволяет себя реализовывать лучшие стороны себя худшие стороны себя неважно это как увеличительное стекло просто если мы хорошие назовем так по простому да если мы светлые там какие-то если мы выбрали свой путь как служение этому миру мы мы признаем это нам это нравится деньги они только увеличат наши наши желания помочь мы будем открывать какие-то проекты во благо этого мира мы будем заниматься благотворительностью мы будем строить какие-то школы институты какие-то исследовательские центры там и прочее когда же у нас идет вот накопительный эффект то есть из дефицита мы живем да я хочу самоутвердиться я хочу кому-то что-то доказать ко мне деньги могут идти даже в большем объеме но дело в том что они будут уходить и это всегда будет какое-то напряжение это часто отражается на физическом здоровье это часто рушит наши отношения то есть мы по сути у человека деньги есть то есть могут быть даже миллионы могут быть даже миллиарды то есть здесь экологичность самой цели и пути которые мы выбрали деньги приходят как хорошим так и плохим людям просто они увеличивают и то и другое и здесь у нас тоже очень часто бывает такое что мы даже не помним какие-то свои прошлые воплощения или мы не осознаем вот этого но так или иначе мы можем избегать денег только потому что когда-то мы неверно их использовали и не простили себя за это или потому что мы видели каких-то людей которые вот с помощью денег с помощью этой власти делали какие-то плохие вещи не экологичные вещи и подсознательно мы не хотим быть плохими здесь тоже следует разбираться в этих убеждениях поднимать и осознавать что ну вы то если у вас будут большие объемы денег будете их направлять если мы боимся зависимости ну к примеру подсознательно опять таки вот если я буду иметь столько денег там миллион миллиард я не знаю а справлюсь ли я с тем что вот в какое-то благое русло или меня там куда-то понесет тогда срабатывает опять-таки природный вселенский предохранитель до того как мы не признаемся себе или не выразим намерение что мы не доставляют удовольствие служением не доставляет удовольствие созидания нам тоже денег даваться не будет будет даваться на тот объем деятельности который мы совершаем но не больше потому что мы еще чего-то где-то недопоняли может быть и деньги вселенная использует не только как поощрение или не только как позволение но и как донесение каких-то уроков и когда мы говорим о самооценке здесь есть и обратная связь то есть то количество денег которое мы имеем иногда свидетельствует о том что мы не позволяем себе иметь почему я говорю иногда потому что действительно это не всегда так но иногда бывает мы проходим какой-то период с деньгами застой можно сказать или у нас идет просто какой-то отток потому что мы исполняем например какую-то кармическую задачу при этом наша самооценка как было на здоровом уровне так она и остается я принимаю в этом случае такую ситуацию то есть до упадок какой-то финансовый я спокойно к этому отношусь я спокойно это прохожу то есть вот в этом случае не влияет на самооценку когда же мы долго и тщательно что-то делаем ради денег меняем свое финансовое мышление там делаем практики чего-то чего-то накачиваем себе энергиями там становимся привлекательными для денег становимся свободными знаем зачем нам деньги но при этом денег нет то это свидетельствует как раз таки о занижении себя мы не видим мы боимся поверить в какой-то степени возможно мы боимся жить лучше чем наши родители возможно мы боимся своим успехом причинить боль ударив тем самым допустим по самолюбию кого-то из родных и близких это все подсознательные программы часто очень сталкиваюсь с тем в работе своей жизни тоже проходила этот опыт что такой страх блокировки успеха процветания может быть связан именно с отношениями с отцом когда у ну допустим как у меня как у ребенка с папой складывались прекрасные взаимоотношения но между папой и мамой были какие-то разногласий в какой-то момент к примеру я стала на позицию мамы и у меня соответственно обида на отца тогда мы переходим вот в такой режим вечного какого-то наказания папы то есть мы хотим наказать каким-то образом в то же самое время это происходит застой в развитии то есть какой-то части себя я остаюсь то есть маленькой девочкой обиженной на папу и вот та маленькая девочка нуждается в заботе допустим от папы а я как взрослая зрелая хочу отомстить папе или наказать папу и вот эти вот две программы они как бы взаимозамещаются это мы тоже будем прорабатывать потому что это очень часто влияет на самореализацию то есть вот это вот чувство обиды на папу и чувство вины перед папой то есть он слабый вот мне жалко мы уже все проработали отработали поняли что папа там поступил тогда-то и так-то потому-то потому-то но не сбалансирована не до конца связь не разорвана до конца и тогда нас будет как бы кидать из стороны в сторону то есть с одной стороны мы самостоятельные чрезмерно самостоятельно и с другой стороны мы все время ждем какого-то спасение какой-то заботы какое-то чувство какого-то защищенности стабильности где-то извне почему именно с папой потому что с мамой мы тоже будем разбираться второе занятие у нас будет посвящено всем этим родовым программам и как влияют отношения там с папой отношения с мамой на наше благосостояние потому что мама влияет на нас как на то есть недостаток любви недостаток вот этого чувство принятия она нам дает ощущение что мы не нужны что мы какие-то отщепенцы что мы изгои какие-то в обществе отношения с папой если там есть искажение как в плюс так и в минус она нам не дает возможности твердо стоять на ногах об этом обо всем мы будем подробно разбираться делать практики завершать все эти взаимосвязи на втором дне тренинга по самооценке количество денег в нашей жизни при здоровой самооценке никак не отражается на нашем настроении если же количество денег как-то влияет на наше настроение мы себя чувствуем плохо мы себя чувствуем хорошо с деньгами но плохо без денег Это говорит о том, что есть прямая связь. Мы себя с деньгами любим, мы себя с деньгами считаем, что мы хорошие, мы могучие, мы достойные. Без денег я считаю себя там полным ничтожеством, несостоятельным, несостоявшейся и прочие-прочие моменты. То есть вот эту связку тоже следует убирать. И эта связка чаще всего образует долги в жизни людей. То есть на самом деле долги образуются по двум причинам. Либо мы не верим, что мы можем иметь то, что мы хотим. Ну то есть, к примеру, у меня потребности, амбиции, можно так назвать, гораздо выше, чем были в родительской семье. По природе моей. И мне даётся на это энергия. Но у меня же потолок выстроен с родительской семьи, и получается вечный дисбаланс. Вроде берусь, всё получается, вроде везде всё открытые двери, а денежный потолок не перерастает родительскую семью. Может быть такое. Так, на данном вопросе, ой, на данном этапе у вас есть какие-то вопросы? Пишите свои вопросы, если... И мы дальше двигаемся. Потому что вопросов у нас ещё много для рассматривания. Если вопросов нет, просто ставим плюсики, чтобы я видела, что вы живы, вы на связи, и я в комнате, и всё идёт у нас хорошо. Так, замечательно, да. И по самооценке ещё маленький такой момент. То есть тогда, когда у нас наоборот, к примеру, в родительской семье там всё было хорошо, и все обо мне заботились, при этом никто мне не сказал, что я тоже в состоянии о себе заботиться, то мы вырастаем в некоторой степени инфантильными. То есть мы, по большому счёту, считаем, что мир нам должен всегда. Мы не осознаём, что у нас есть эта функция и возможность заботиться о себе самой, заботиться о себе самом. То есть вот это тоже перекос. Поэтому у кого есть дети, у кого есть внуки, старайтесь всё-таки в гармоничном свете уже знакомить подрастающее поколение с тем, что есть. То есть мы даём, мы обеспечиваем, и при этом ребёнку постоянно говорим о том, что он в состоянии сделать всё, что хочет со своей жизнью. У него есть эти возможности. Он в состоянии о себе позаботиться. Он достаточно грамотный, он достаточно сильный, он достаточно энергичный и прочие-прочие моменты. Потому что когда в детстве ребёнку этого не говорят, даже если большой достаток в семье, даже если там изобилие, процветание, богатство и прочие моменты, ребёнок вырастает, выходит из семьи неподготовленный. То есть он привык к деньгам, но он не привык к мысли о том, что он тоже в состоянии делать деньги, использовать эти деньги. В состоянии сам себя обеспечивать, реализовывать, заботиться. Это тоже такой некоторый перекос. Следующий вопрос – это у нас карма. Карма денег. Что с этим делать? Как это быстро отработать? И как проявляются кармические задачи? Кармические задачи проявляются в нашей жизни на самом деле не очень спонтанно. Хотя бывает и спонтанно. Кармические задачи, они, как правило, у нас вызывают сразу первый протест. И кармические задачи, они всегда как-то парадоксально проявляются. То есть нелогично. Один момент, когда есть какие-то обязательства, какое-то партнёрство, и нас, допустим, партнёр подвёл, и мы потеряли большую сумму денег. То есть это всё логично, как-то всё это объяснимо. Другой момент, когда всё идёт хорошо, 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 и, к примеру, партнёр скончался. Вот это независимое от нас обстоятельство, а все документы как-то оформлены на него, и они переходят в наследство его семье. Ну, парадокс. По большому счёту, от нас ничего не зависит, и почему-то мы потеряли большую сумму денег. Вот это говорит о том, что есть какое-то кармическое наследие нас, и нам надо просто это принять. Вот такие нелогичные, непредсказуемые какие-то парадоксальные события, связанные с деньгами, говорят о том, что мы отрабатываем карму. Но нам следует осознавать, с любой кармической задачей приходит возможность её закрытия в моменте здесь и сейчас. То есть кармическая задача нам не даётся в наказание нести этот крест до конца этой жизни. Карму мы в состоянии закрывать в моменте здесь и сейчас. И тогда, когда мы спокойно принимаем то, что с нами произошло, с осознанием глубоким того, что у нас уже есть решение этой задачи, мы начинаем видеть возможности. Это, как правило, новые возможности. То есть мы смотрели вправо, случилась ситуация, мы приняли эту ситуацию, смотрим влево, и вот оно решение находим. Ну, понятно, что это всё упрощённо, есть какие-то нюансы, есть какие-то... Не так всё просто, не за пять минут, но тем не менее, здесь самое главное принятие. Всё, что касается проклятия, это на самом деле проклятие. Что такое проклятие? Поражение нашей энергосистемы. Родовое проклятие, которое там передаётся с поколения в поколение, оно также нейтрализуется через принятие. Но да, есть какие-то вещи, которые делают там на смерть, и вот не будет в роду там ничего, ничего, ничего. Вы всё это в состоянии перекрыть, если вы готовы это принять. Если вы не верите в свою собственную силу, идите куда-нибудь, снимайте проклятие. Но каждому человеку даётся эта сила от природы, жизнь так устроена. Вы в состоянии исцелить свою энергосистему теми силами, которые у вас есть. Вопрос в том, что если мы не верим, конечно, если мы не верим, не осознаём, не чувствуем в себе достаточно сил, мы идём куда-то, к какому-то мастеру, который нам это всё закрывает, перекрывает, даёт какие-то ритуалы, мы следуем этим ритуалам, и тем самым исцеляем свою энергосистему и, соответственно, последующее поколение. То есть здесь надо быть по максимуму честными. Со здоровьем то же самое. Да, мы знаем случаи исцеления, люди излечиваются от рака, от каких-то смертельных болезней, сейчас от СПИДа и прочих вещей. Но если мы не верим, то следует идти и к медицине обращаться. Это тоже вполне нормально. Честность в этом случае гораздо важнее, нежели мы будем с неверием сидеть и убеждать себе, что я смогу, я смогу, я смогу. Нет, наша задача — решать поставленные жизнью задачи перед нами любыми способами. Вот здесь все способы хороши. Не верите себе, находите мастера. Осознаёте причину, исполняете всё, как вам сказали, не работает, значит, ваша задача — исцелять самой, самому. Развивать эту силу, верить в себя и прочие-прочие моменты. То есть здесь опять-таки карма — это просто уровень осознанности. Принимаем спокойно и принимаем логичность высшего плана. То есть никто не сидит сверху с целью стукнуть нам по голове. Да, мы наработали какой-то опыт, да, пусть он там в прошлых жизнях не особо был грандиозный, не заработали мы себе какой-то положительной кармой, но ничего бывает. Мы все люди, мы здесь учимся. Ничего страшного ни в какой ситуации нет. Независимо от того, сколько нам лет, независимо от того, какое у нас финансовое положение сейчас, независимо от того, как мы относились к людям вчера, как мы относились к миру вчера, к Богу, к себе, сегодня мы это всё в состоянии поменять. Сегодня мы живём, продолжаем жить и мы продолжаем делать свой выбор, как нам относиться к этому, как нам относиться к тому, что нам делать, какие действия, куда энергию свою направлять и прочие моменты. Следующий шаг, следующий шаг – это взаимосвязь, опять-таки, папиной линии, мужской линии, как энергии на то, что, ну, я уже упомянула чуть выше об этом, то есть нам нужно понимать, что мужская и женская энергия, они даны в балансе. Инь, янь – это всё есть, это всё находится внутри нас, в каждом из нас. У женщины в гармоничном состоянии, женской чуть больше, чем мужской, у мужчины наоборот, мужской чуть больше, не очень большой там перекос, то есть когда мы пребываем только аж в женской энергии, это тоже какая-то степень приспособления, скажем так, неуверенности какой-то, то есть когда мы находимся только чисто в женской энергии и не осознаём в то, что в нас есть и мужская, и её следует тоже реализовывать, то мы становимся зависимыми от мужчин, от мужей, от отцов, от сыновей, мы становимся зависимыми от каких-то обстоятельств. Другой момент, когда у нас идёт перекос, когда мы переходим вот в эту степень достигаторства, когда шашку на голо и поехали рубить, покорять мир, женщине это тоже не свойственно. Женщина занимается реализацией, безусловно, но с удовольствием. Занимается в плане служения, помогает миру. Мужчина тоже помогает, но маленечко через объективный мир. Женщина больше через какой-то эмоциональный мир, через какое-то состояние красоты. Женщине в любом случае реализация идёт как процесс. Важен сам процесс, который её наполняет. Мужчина может идти как бы такими отрезками, то есть он может идти от результата к результату, от результата к результату, и для него этот путь комфортный. Тогда, когда у нас идёт искажение, какое-то нарушение по мужскому роду. Это всегда отражается на наших отношениях с мужчиной, но, соответственно, у мужчин это выражается именно в самореализации. Здесь нам важно исцелить отношения с отцом и, в принципе, со всей вот этой вот родовой линией. Тогда, когда мы можем подпитываться, но не тогда, когда мы живём ради нашего прошлого рода. То есть мы продолжаем, и мы первое звено, идущее впереди. Род позади нас. Он нас подпитывает, он нас поддерживает, он нам даёт какие-то силы для того, чтобы мы проходили весь опыт и кармические даже какие-то задачи, и проклятия родовые и прочие-прочие моменты. Но мы стоим уже во главе этого. Тогда, когда у нас не завершены отношения с отцом, с родом, мы не можем создавать принципиально что-то новое. То есть мы как бы... Вот этот потолок, он нам не позволяет выйти. Почему? Потому что мы на самом деле остались ещё в семье. Здесь мы не теряем связь с семьёй ни в коем случае. Мы не обрубаем никакие концы. Наше древо родовое, оно как растёт, так и растёт. Просто нам следует осознавать, что мы нечто новое, нечто усовершенствованное. Поэтому тогда, когда у нас есть обиды, когда у нас есть чувство вины во взаимоотношениях с папой, мы не сможем переплюнуть. Мы не сможем как бы увеличить. Опять-таки переплюнуть, я не говорю с целью того, что доказать. Что-то кому-то. А именно увеличить родовой объём, увеличить свой объём реализации, расшириться как-то качественно, по-новому. Это да, это глубоко мы будем разбирать на втором дне. Убирать эти энергетические связи и трансформировать все унаследованные программы, которые нам на настоящий момент сдерживают нас как-то, блокируют как-то. Это тоже по силе это дано. То есть возможность это трансформировать у вас уже есть. Это просто следует сделать. Следующий шаг – это у нас деньги являются как ресурс обучения. То есть иногда Вселенная использует деньги для того, чтобы мы обратили на что-то другое внимание. То есть таким образом она привлекает наше внимание. Ну, к примеру, перекос пошёл, допустим, взаимоотношения, ушли на второй план, а деньги перешли на первый план. Вселенная потихоньку уберёт деньги из жизни для того, чтобы человек задумался, что идёт не так, для того, чтобы у человека было время поразмышлять, для того, чтобы человек увидел и другую сферу. И вот в этом случае наступает как раз-таки болотце. То есть вроде бы не падает, вроде бы не критическая точка по деньгам, но в то же самое время развитие тоже какого-то, нет, застопорилось, как будто бы что-то застопорилось. Таким образом может идти привлечение и к состоянию здоровья, и к взаимоотношениям, и к самореализации. Следует учитывать вот разные варианты, потому что, ну, действительно, деньги используются многогранно в нашей жизни. Они могут, причина может быть совершенно не та, которую мы видим на поверхности нашего сознания. когда, как только ситуация разрешается, то есть как только Вселенная увидела, почувствовала, что все, вы обратили на что-то внимание, поток начинает снова открываться. Это все видно по происходящей реальности. Если многолетний какой-то застой идет, то, ну, где-то что-то следует увидеть. И чаще всего это другая сфера. То есть это не сфера даже денег. Просто таким образом, ну, вот потолочек установили, обрати внимание вот на что-то другое. Выдели. Все, ты уже привык к этому уровню достатка. Этот достаток ты уже получишь. Уверенность в этом есть, потому что, ну, год-два человек живет на этом уровне достатка, он уже не переживает, что у него понизится планка. Она просто не повышается. Такая какая-то зона допустимого счастья наступает. Вроде бы все хорошо, а вроде бы не очень. Тогда следует переключить свое внимание. Может быть здоровье, может быть где-то радость, отдых, развитие собственное, где-то взаимоотношения страдают, взаимоотношения с другими людьми, с близкими, с детьми. И неважно. Следует просто обратить внимание на другую сферу жизнедеятельности, что-то пересмотреть. И Вселенная сразу даст поток. Следующий момент это как пользоваться деньгами, то есть как вообще перевести деньги из что-то, что нам надо как-то зарабатывать, как-то быть для этого привлекательными в простой ресурс. Здесь тоже это степень самооценки, тогда как когда на нас количество денег уже никак не влияет на наше настроение, на наше состояние, когда мы спокойно принимаем любую финансовую ситуацию, что бы с нами не происходило, ну как бы у нас есть такое внутреннее осознание, что ну окей, произошло вот это, значит я это решу, если даже я сейчас не знаю как я это решу, я это завтра узнаю. Тогда же когда у нас мысли направлены на то, как мне получить деньги, это говорит о степени нужды, или когда у нас мысль о том, что да, деньги это вот что-то такое, то есть как бы наоборот принижение идёт денег, не в деньгах счастье, мне и без денег хорошо, там, ну какие-то вот такие вот общие фразы выходят, когда человек употребляет их в своей речи или внутри себя, во внутреннем диалоге, тогда, когда мы принижаем, то есть мы делаем вот эту сферу денег, сферу финансов какой-то недостойный нас, недостойный нашего внимания, и то, и другое это перекос, пользоваться это как раз таки вот нейтральное такое, мне вот такой объём, вот он мне комфортный, моя проводимость денег сейчас вот такая, вот она мне комфортна, вот мой объём, который энергетический допустим объём, я занимаюсь оказанием каких-то услуг, я там живу в своих потребностях, и вот мне сейчас комфортно пропускать вот такое количество денег, и мне эта сумма приходит, ну или объём потока назовём это так, он приходит, всё планомерно, всё хорошо, если вдруг я хочу увеличить каким-то образом объём, я первое осознаю, что мне следует энергетически к этому быть готовой, потому что в любом случае деньги это энергия, это объём энергии, и он предполагает её проводить, то есть когда у нас появляется больше денег, они нам нужны для чего-то, у нас и активности больше проявляется, а здесь уже и энергия, и какие-то контакты, и мы что-то будем делать либо сами больше, либо у нас будут люди к нам приходить, которым мы будем платить деньги, то есть каким-то образом происходит расширение, готова я энергетически сейчас к этому расширению, если не готова, значит я себя подготавливаю к этому расширению, и таким образом просто происходит естественное экологичное расширение денежного потока, то есть тогда, когда понятна цель, и тогда, когда соответствие энергии есть, потому что тогда, когда мы просим, зная, к примеру, на что нам нужны деньги, мы просим, но энергетически не соответствуем, мы не получим эти деньги, и наоборот, когда у нас энергии льет через край, но мы не осознаем, зачем нам эти деньги, да, мы вроде бы где-то, есть такие общие представления, ну вот я куплю себе то, вот я открою этот проект, вот, но это общее на уровне ментальном, и мы даже не прожили ни разу эту реальность, то есть мы не погрузились, мы не представили, мы не ощутили себя в этой реальности, денег тоже не будет даваться, потому что идет несоответствие просто-напросто, как соответствовать или как скажем так выращивать свою энергосистему до того объема, как-то сегодня костно у меня даются фразы, ну да ладно, вы чувствуете в любом случае, этим мы будем заниматься на третьем и на четвертом занятии нашего тренинга, потому что есть какие-то меры предосторожности, есть свои нюансы, свои нюансы в аффирмациях, в визуализации и в энергетическом состоянии, тогда, когда мы через состояние меняем свой достаток, то здесь важна степень готовности на всех уровнях, когда мы знаем, чего хотим, когда мы представляем себе это, и когда мы энергетически соответствуем этому желанию, тогда все разрешается само по себе, оно реализуется, ну вот, все идет как по маслу, можно так сказать. следующий вопрос это без чего денег ну просто не приходит, это, как я уже сказала, без энергии и без понимания для чего нам деньги. мы можем наблюдать в нашей реальности, что некоторые люди, опять-таки, хорошие, плохие, не суть важна, светлые, темные, но и те, и другие, есть представители и тех, и других, которые имеют большое количество денег, и те, и другие распоряжаются этими деньгами каким-то образом, мы не берем сейчас, как распоряжаются люди, но люди, первое, что они пожелали этих денег, они пожелали такое благосостояние, они позволили себе это благосостояние, поэтому, когда мы говорим о том, чтобы увеличивать, исцелять, приумножать, прийти к состоянию процветания, первое, это желание, и желание не должно вызывать никакого сопротивления, то есть, когда мы и себе, и другим людям заявляем, что да, мне нравятся деньги, да, мне нравится богатство, да, мне нравится чувствовать себя вот так и так, или распоряжаться, или иметь, мы спокойно об этом говорим, нет никакого ужеманства, нет никакого чувства стыда, нет никакого желания скрыть, что мне нравится материальный комфорт, это первый показатель, так, когда мы говорим о материальном комфорте спокойно, со всеми абсолютно людьми, невыборочно, вот с этим человеком я могу поговорить, потому что он такой же, вот он, он уже живет так, например, а вот с этим человеком я не могу, мне как-то стыдно, мне кажется, что вот что-то, что-то там он подумает, или мне некомфортно там говорить родителям, или мне некомфортно говорить друзьям, так вот это как раз показатель того, что мы не до конца признаем даже свое желание материального комфорта, а, ну, почему у нас вообще тогда должны быть деньги, если мы себе даже не признаемся в этом, это первый шаг, второй момент, второй шаг, ну, не шаг, можно сказать, второй пункт, это наше энергетическое состояние, как я уже говорила, без энергии денег не будет, а энергия денег, она активная, это мужская энергия, она не пассивная, то есть, как бы чемодан денег не придет и не будет лежать, с чемоданом денег поменяется наша жизнедеятельность, это нужно осознавать, потому что деньги придут, нужно будет осуществлять этот проект, нужно будет осуществлять, деньги не придут и не сделают все за нас, нам в любом случае нужно, это просто возможность для осуществления какого-то нашего плана, но делать-то в любом случае нам придется, ну, элементарно берем какой-то проект, я вот хочу там 3 миллиона на открытие какой-то школы, допустим, для детей, для детских домов, неважно, мне дадут эти 3 миллиона, но они же деньги сами не пойдут и не сделают все, искать помещение, идти в администрацию, договариваться на каких-то, находить каких-то людей, находить инвесторов, находить учителей, это все придется делать мне самой в любом случае, и когда вот мы осознаем весь процесс, потому что очень много у нас вот, да, деньги придут и вот все, я это все сделаю, но человек не осознает всего процесса, когда начинает человек осознавать процесс и всю степень ответственности, он говорит, блин, нет, что-то это так трудно, это что-то так заморочено, не, наверное, мне это не надо, элементарно берем опять-таки не глобальные вещи, берем какой-то, к примеру, автомобиль, автомобиль тоже поднесет с собой ряд ответственности, нужно будет проходить ТО, нужно будет заливать бензин каждый день, нужно будет менять масло, а еще есть вокруг водители, которые могут это все повредить и прочие-прочие моменты, когда опять-таки входим в процесс, уже нужна ли мне эта машина, может пользоваться такси, спокойно там друзьям звонить, то есть иногда вот степень идет в моменте ответственности, потому что деньги придут, да, движение увеличится, это нужно осознавать, следующий шаг это цель, четкое понимание, ясное понимание зачем, если ваша цель согласуется с высшим планом на вас, все прекрасно, вы получаете деньги, если ваша цель каким-то образом не согласуется с высшим планом на вас, то есть вы хотите к примеру денег, какой пример привести, вы хотите денег, чтобы открыть новый ресторан, а у вселенной на вас планы, чтобы вы занимались целительством, на ресторан вам деньги не придут, до тех пор, пока вы не найдете какое-то внутри себя вот это вот ощущение, какое-то предназначение, в котором вам будет хорошо, как только вы это откроете для себя, так вы пойдете в гору, и возможности найдутся, и пускай это для вас даже абсолютно неожиданно, но все будет разрешаться, и самое главное будет выдаваться энергия на это, тогда, когда мы сонастраиваемся со своим предназначением, со своим путем, тогда, когда мы делаем то, что нам и предназначено, и мы хотим, все разрешается само по себе, то есть, двери открываются, энергия у нас на это есть, возможности открываются, все происходит, нам даже как-то думать и напрягаться очень сильно нет необходимости в этом варианте, если деньги нужны, чтобы отдать долги, здесь нужно разбираться с образованием долга, это второе занятие нашего тренинга, потому что, когда у нас нужны деньги, чтобы отдать долги, причина не в том, что они нужны сейчас, причина в том, что почему мы себя тогда загнали в минус, поэтому здесь именно с первородным долгом следует разбираться, тогда, когда вы поймете те причины, у вас деньги придут, вы даже не будете думать о том, что вам надо отдать долги, эти платежи, они у вас будут включены в тот объем денег, который вы будете получать. Проблема не в том, что вы сейчас имеете долги, это следует осознать. Вы их имеете, и в тот момент, когда вы взяли эти долги, в тот же момент вам выдана была энергия на то, чтобы это все вернуть. Но с учетом того, что вы не осознали ту причину, вы и сейчас думаете только о долгах. То есть вы как тогда зашли в минус в этот долг, вы до сих пор не вывели себя в плюс. Поэтому в таких ситуациях денег не будет до тех пор на полное покрытие долгов, пока вы не осознаете именно ту причину. И причин там много. Чаще это чувство вины, это чувство обиды, все, что касается эмоций, все, что касается ментальной картины, это занижение самооценки в обязательном порядке, степень невежества, может быть, как причина степени невежества, но это тоже занижение самооценки. Это тогда, когда либо мы взяли первый долг на что-то совершенно незначительное, и взяли так достаточно пофигистически, то есть сегодня возьму, а завтра, как Бог пошлет, чем-нибудь рассчитаюсь. Либо мы действительно нуждались на тот момент и взяли из состояния нужды безвыходная ситуация, но так и не вышли из этого состояния нужды. Поэтому, когда мы говорим о долгах, то, что там перевести фокус внимания на приток, ну да, это хорошо, когда мы перемещаем фокус внимания на приток и на получение денег, но пока сама причина долго не уйдет и не будет устранена, долги будут. Это энергетическая кабала, в первую очередь. Что такое долг? Мы берем что-то, чего у нас нет для удовлетворения каких-то своих потребностей, неважно каких, сиюминутных или действительно важных для жизнедеятельности. Суть в том, что мы почему-то не увидели другого варианта. Другой момент, когда деньги берутся в долг, ну допустим, какая-то идет аккредитация на бизнес, на квартиру, которая сама себя будет окупать. То есть деньги взятые, вложены, и они сами себя окупают. И из этой окупаемости человек выплачивает. Это вполне, ну скажем так, допустимый вариант. Даже в случае потери этот человек этой же недвижимостью, к примеру, выплатит этот долг. Он ничего не потеряет. Да, он ничего не приобретет, но он, по крайней мере, ничего и не потеряет. А вот когда мы берем долги, берем какие-то суммы, ну на самом деле причин же много может быть. Потому что может браться на лекарства, может браться на отдых, может браться на машину, которая необходима. Здесь вопрос в том, почему не позволили себе. Ну на самом деле там не один вопрос. Скорее всего, вот если не быть хуже, чем другие, как у всех, то есть это говорит о том, что мы искусственно пытаемся самоутвердиться. То есть я покупаю себе такой же телефон, как у всех, я покупаю себе такую же машину, как у всех, там брендовые какие-то вещи, не знаю, там сережки с бриллиантами. Только для того, чтобы люди видели, что я тоже достойный человек. Это говорит о том, что внутри-то как раз достойности нет. Вы не осознаете свою ценность для этого мира. И вот эта вот заниженная самоценность, а у мира на вас есть планы, на всех из нас есть планы. Когда вот этого не происходит, вам вселенная, она и учит вас. Пока не научишься себя ценить, денег не будет. Тебя могут ценить другие, тебя могут уважать другие. Пока себя не научишься ценить, легкости в жизни не получишь. То есть тогда, когда мы не... Причина-то вот этого, когда мы... Ну вот скажем так, вот в 20 лет я тоже, я машину свою первую, я ее взяла в кредит. Вместо того, чтобы там, допустим, пару лет поработать и купить ее за наличку, я ее взяла в кредит. Зачем? Ну да, мне нужна была она передвигаться, но я любила безумно там езду. Но и тоже социальный вот этот аспект, он тоже присутствовал. Хотя сейчас смотрю в 20 лет, господи, какие там социальные аспекты. Но тем не менее, тогда мои амбиции, желание там доказать, доказать маме, доказать папе, что я в состоянии, что я чего-то могу, я взяла кредит. С учетом того, что мне нравилась езда, мне и выдавалась. Вот если бы мне вообще не нравилась езда, то мне бы прилетело за этот кредит. Почему? Потому что одна из целей, вот она была жить как все. А это говорит о том, что у меня нету собственного принятия себя. А что для меня важно? А что для меня ценно? А какая я? И почему, собственно говоря, количество денег дает мне билет в какую-то социальную жизнь? Или билет самоуважения? Это искажение. Самоуважение — это то, что вы родились, вы живете. По одному этому вы уже достойны, не имеет значения. Убили вы кого-то вчера, обманули вы кого-то вчера, что-то вы там натворили, недостаточно благодарны, недостаточно там красивы. Вот это все искажения. Если вы живете, вы достойны жизни. Поэтому с долгами мы будем работать на втором занятии. Со всем прочим, как это все закреплять, как это все укреплять и развивать, мы будем работать на третьем и четвертом дне. То есть здесь нужно действительно понять. В вашем случае, если это действительно та причина, попишите, походите, попишите, поразмышляйте, почувствуйте, та ли это причина того долга. Если действительно так, значит занимайтесь самооценкой. Будет самооценка на здоровом уровне, и деньги придут, и на выплату долгов. То есть на самом-то деле, ну, есть долги и есть долги. Все, сформируйте для себя, какую сумму вам нужно выплачивать ежемесячно, прибавьте все свои потребности. Вот этот объем денег, который у вас есть сейчас. Энергетическая составляющая делается каким образом? Ну, если вот прям совсем по-простому. Вы возвращаетесь в то место, в то время, в то пространство, где вы взяли этот долг, возвращаете себе всю ту энергию, потому что у вас на тот момент выдавалась энергия на ваши потребности. Вы просто не увидели ее. Поэтому загнали себя в минус. Поэтому мы возвращаемся туда, все там трансформируем, возвращаем, делаем взаимообмен, взаимозачет, отпускаем это прошлое в освоясь и сами переходим в настоящее. И тот объем энергии, который вам тогда выдавался, он к вам возвращается сейчас. И этот объем энергии позволяет вам принимать сумму, которая покрывает ваши и потребности, и выплату долга. То есть она вас никак не тянет вниз больше, вот эти вот долги. Понятно, что они какое-то время будут еще. Ну, опять-таки, не знаю, там, какие суммы. Но выплачивать долги не так страшно, не так сложно. Тогда, когда вы осознали причину, тогда, когда вы приняли свое настоящее, признали свою ошибку, простили себе, позволили себе жить здесь и сейчас так, как вы хотите, потому что вы живете, и Вселенная зачем-то сохраняет вашу жизнь, значит, есть ценность какая-то внутри вас. Осознание только потому, что мы продолжаем жить. Только по одному этому критерию мы уже достойны. Отработать мы в любом случае все отработаем. Хотим мы этого, не хотим, мы все равно это все пройдем. Через боли, через какие-то страдания, но через принятие, через любовь, через повышение вибраций и прочие разные вещи. Мы все это пройдем. Ваша жизнь за вас никто не проживет. Единственное, что осознавайте, у каждого есть и силы, и ресурсы для того, чтобы жить так, как вам комфортно сейчас. Шаги будут разные. Состояния будут разные. Те, кто в тренинг идут, не надо надеяться или думать на то, что там все будет хорошо. Четыре недели, четыре недели глубоких практик, работать над собой, письменные упражнения делать, подколбашивать будет чуть-чуть. То есть к этому нужно быть готовы. Я не провожу какие-то тренинги, в которых не надо никак вовлекаться. Вы хотите менять свою жизнь, я вам дам ресурсы. Но следует понимать, что изменения происходят и через изменение состояния в том числе. То есть энергосистема тоже будет меняться. У кого-то там где-то что-то обострится, у кого-то какие-то кризисы. Спокойно идем, двигаемся. Для этого дана поддержка. То есть есть возможность писать. Я вам буду давать обратную связь. Потому что в любом случае месяц погружения в одну какую-то тему это достаточно быстрая трансформация. Нужно понимать. Поэтому то, что у нас там бывают взлеты и падения эмоциональные, энергетические в этот период, это абсолютно нормальное явление. Где-то апатия, где-то слезы, где-то страхи обострились, где-то деньги утекли, где-то деньги притекли. Это все естественно. Тогда, когда мы это все принимаем и осознаем, что мы двигаемся в верном направлении, все происходит само собой. Следующий момент – это как наша экономичность блокирует развитие, расширение и потенциал, собственно говоря, в том числе. То есть нас научили экономить, нас научили жить как-то сдержанно, назовем это так. Мы выросли с теми ценностями, которые были именно в нашей семье заложены. То есть наша семья, наше окружение. Вот это хорошо, вот это надо, вот это не надо, вот это глупо. Покупать там для радости – это вообще что-то последнее. Покупать для удовольствия – это не стоит того. Вот это важно, вот это не важно. И вот эти ценности мы их переносим на свою жизнь. И это очень часто блокирует наше благосостояние, потому что мы живем для того, чтобы наслаждаться жизнью. Даже теми уроками, даже какими-то болезненными состояниями. Это все школа, это все опыт. И нам важно уметь наслаждаться разным опытом. И тогда, когда вот все, что касается денег, когда мы, к примеру, чего-то желаем, но запрещаем себе. Такая вот некоторая степень экономичности, прагматичности, аргументация ума идет. Вот это вот не надо, потому что нам надо потратить вот на это, вот это важнее, там не надо сейчас лететь в отпуск, потому что нам надо что-то, что-то сделать, ремонт в квартире сделать. И вы чувствуете какую-то степень обреченности. Почему? Потому что деньги есть, желание есть, а вы вот эту энергию желания, вместо того, чтобы реализовать и приумножить, направляете в то, что правильно. Откуда эта правильность взяла? Кто вам сказал, что делать, ну, на примере ремонта и отдыха, кто вам сказал, откуда вообще вы знаете, что правильнее сделать ремонт в квартире, нежели полететь? А если вы через месяц Богу душу отдадите, ну, такой, конечно, утрированный пример, но я к смерти спокойно отношусь, поэтому привожу такой. И зачем вам тогда ремонт в этой квартире? Да, понятно, что у вас там есть дети, и понятно, что есть семья, для них это всё останется. Следует понимать, что когда мы делаем то, что мы желаем, мы чувствуем желание внутри, это энергия. Желание — это всегда энергия. Именно нежелание нашего ума, а когда вот у нас идёт какой-то импульс, блин, ну, вот хочу в отпуск, и деньги есть. Ну, да, может быть, правильнее сделать машину, может быть, правильнее там сделать ремонт, но я хочу сейчас в отпуск. И вы чувствуете, что вам так хорошо от этого желания. Вот тогда, когда вы реализуете это желание, энергия приумножается. И на самом деле, если вы себе не запрещаете, а позволяете, а я сейчас слетаю в отпуск, а потом ещё и ремонт сделаю, тогда вам деньги придут и на то, и на это. Нас, в принципе, в социуме, в школе, в институтах, в государственной вот этой системе научили выбирать. Вот ты выбирай или то, или другое, всё сразу нельзя. И мы с этим ограничением как-то вот вышли в свет, живём сейчас, имеем уже деньги, но часто себе отказываем. Так вот, отказ в собственном желании сразу бьёт по энергетике. Поэтому это тоже возьмите себе на заметку. Чувствовать, от чего вы расширяетесь, от какого желания. Действительно, вы прям вот вдохновлены этим ремонтом. То есть вы себя будете чувствовать превосходно, когда вы сделаете этот ремонт. А в отпуск вы можете съездить через полгода. Либо всё-таки нет. Либо когда вы думаете о ремонте, вы чувствуете какую-то степень обречённости такой. Ну да, но деньги есть, ну да, надо сделать ремонт. То есть это как долг идёт больше. Вот по ощущениям, это идёт как больше не радость, а именно как выплачивание какого-то долга. Да, я должен это сделать. Выбирайте всегда желание, пожалуйста. Просто с осознанием того, что я сейчас езжу, отдохну, или куплю себе платьишко, порадуюсь этому платьишку, и вот эта вот радость, она ещё приумножится. И я тогда себе возьму деньги на обучение, или возьму деньги на что-то, что-то ещё. То есть позволяйте себе и то, и другое. Понятно, что мы иногда стоим перед каким-то выбором, и нам где-то следует выбирать. Выбирайте относительно комфорта и эмоций в настоящем. То есть вот делайте тот выбор, который ближе к настоящему, можно так сказать. Но об этом мы ещё тоже будем разговаривать уже на тренинге. Так, какие вопросы? У вас возникают. Так, внутреннее отрицание. Чего внутреннее отрицание? Пишите свои вопросы. Я вам сбрасываю в чат ссылку по тренингу. У кого какие-то вопросы по пакетам, по доступу? Сейчас по тренингу разберёмся, и после сделаем практику. Ушла с работы, теперь испытываю чувство вины. Вот, Мария, если не уберёте чувство вины, то вы не найдёте лучшее. Вы ушли же по каким-то причинам, вам что-то там не нравилось, и вы ушли для того, чтобы вам стало лучшее. А вы своим чувством вины делаете своё пребывание сейчас нелёгким и свободным, как вы хотели после увольнения, допустим. А вы сейчас наказываете себя. И это наказание обязательно материализуется. Либо придётся пойти и вернуться, либо придётся принять какую-то менее привлекательную работу, то есть даже хуже тем, что была. Либо как-то через другие какие-то вещи самонаказание реализуется. Чувство вины – это всегда самонаказание. Нас никто сверху-то не наказывает. Это уже наше несостояние прощённости. В обязательном порядке нужно убрать чувство вины. Как избавиться от чувства вины? Вам первое нужно осознать. Чувство вины – это заниженная самооценка. То есть что у вас происходит? Вы хотели… Был какой-то накопительный эффект, видимо. Вы хотели давно уйти с этой работы, потому что сил нет уже на этой работе. Ну не знаю, не нравится она вам, не соответствуете, мало денег, начальник какой-то, изгой там, прочие-прочие моменты. Вы в какой-то момент приняли решение уйти. На чём основано было это решение? На том, чтобы жить лучше или убежать от каких-то проблем. Опять-таки рассматриваем само решение и позволяем себе иметь то, ради чего вы ушли. Вы же ушли ради чего-то. Ну в любом случае, даже если вы там на подсознательном каком-то уровне приняли решение, вы сейчас-то чего хотите? Вы уже ушли, решение уже принято. Это факт состоявшийся. Жалеть о том, что там произошло. Нарабатывать себе опять какую-то степень наказания в настоящем, ради чего, для чего. С чувством вины, ещё раз говорю, это второй день, это наши долги, это всё, что касается чувства вины перед кем-то, перед собой, перед Богом в том числе. Это вот по второму дню. В двух словах я вам рассказала. Причина — нужно вернуться, осознать, на основании чего было принято решение, почему вы ушли. Всегда мы уходим ради чего-то лучшего, от чего-то уходим. Но не дотянув себя до этого лучшего, ну то есть как бы не верю я, что это может произойти, обрубили концы и теперь жалеем. На самом деле жалеть не надо, надо доращивать себя, просто-напросто переключиться и доращивать. Задайте себе простой вопрос. Ну хорошо, дальше буду себя чувствовать виноват, и буду заниматься самобичеванием. Давай ещё 24 часа в сутки сейчас себя понаказываем, чтобы завтра действительно уже прилетело, так прилетело. И ещё будет повод себя наказать. Зачем? Либо есть другой вариант. Я сейчас осознаю, решение было осознанно, даже если не осознанно, я его сейчас принимаю. И сейчас я выбираю делать то-то, то-то, то-то. Я верю в то-то, в то-то, то-то. Я намерена сделать то-то, то-то, то-то. Двери открываются, ну и прочие-прочие моменты. Тренинг вам в помощи называется. Стараются меня чему-то научить. Нет доверия ко мне. Не совсем понимаю. То есть нет доверия у кого по отношению к вам. Если к вам нет доверия, вы в себя не верите. Всегда. Если вам кто-то не доверяет, вы считаете, что вы можете кого-то подвести. Обратная связь просто даётся. Идёт отрицание действительности. Выносим уроки. В любом случае, действительность такая, какая она есть. То есть я такой, такая, какая я есть сейчас. Это лучший вариант меня для настоящего времени. Вся моя жизнь в настоящий момент – это лучшее, что могло только со мной случиться. Моя задача – обучаться. То есть какие конкретные вопросы стоят? Что я не принимаю? Я не принимаю отношения к себе. Меня не ценят, недооценивают. Я не принимаю своё отношение. Я не принимаю какие-то свои шаги в прошлом. Какие-то свои ошибки, за которые себя до сих пор корю. И прочие моменты. То есть если хотите получить более развернутый ответ, опишите хотя бы коротко ситуацию. Случилось вот это, вот это. Или там Федя мне не доверяет. Ну или кто-то там не доверяет. Я себя чувствую вот так-то и так-то. Это всё связано с деньгами. Убежать, если с работы и себя веню, значит нужно направить всё своё внимание на цель. Сидеть сутками, тем более вы сейчас безработные, время свободного много. Сидеть и сутками размышлять над тем, что же я хочу. Вот ходить, гулять, петь, танцевать с постоянным вопросом. Что я хочу дальше? Самореализация. В чём самореализация? Что мне нравится делать? Что я могу делать? Как я могу служить этому миру? Как я могу любить больше себя, любить больше этот мир? И всё своё внимание, весь свой фокус и энергию. Внимание — это энергия. Наблюдение — это нейтральное состояние нашего внимания. Когда мы наблюдаем, мы фиксируем происходящее событие. Когда мы направляем внимание на какой-то объект, на какую-то тему, мы это всё увеличиваем в разы. Поэтому, когда мы начинаем заниматься деньгами без осознания того, что я хочу, вы загоняете себя в минус просто-напросто. Только и всего. Об этих вещах как раз мы тоже будем разговаривать, потому что люди иногда недопонимают энергетического взаимообмена. Поэтому сейчас цели и полагания, что хочу в жизни, кто я, что я, куда я иду, зачем мне деньги, зачем мне вообще работа какая-то, для чего мне, по сути, жить. Потому что тогда, когда мы убегаем отовсюду и не знаем, куда, это говорит о том, что на самом деле мы себя подрастратили. Так как жить раньше мы не можем, потому что уже устали от притворства, самообманов, от собственных масок, хочется убежать, скрыться. А кто мы? Мы ещё не знаем. Поэтому вам на самом деле маленечко сейчас даже не деньгами заниматься, а вам бы тренинг подошёл путь к себе, где мы там начинаем с самого детства, заканчивая тем, что мы божественная составляющая, которая уже всё знает и всё умеет. Как-то Маша. Я уже всё умею. Пытаюсь продать бизнес и не получается. Теперь ощущаю чувство неизбежности действовать так, как раньше. Смотрите, вот тогда, когда, как я говорила, это застой какой-то, да? Вроде бы всё есть, но что-то идёт не так. На самом деле вы продавать его начали уже с таким ощущением. Если это не какая-то, опять-таки, задача Вселенной, которая вам, наоборот, говорит о том, что сохрани и будет лучше что-то, просто здесь нужно детально смотреть. Это такая достаточно частная ситуация. Если у вас вот желание освободиться, желание переехать, заняться другим бизнесом, и вы прям вот этим вот всем горите и не можете продать, значит, вы себе не позволяете чуть большего счастья, чем было до этого. А если же, в принципе, как бы не горит, но есть желание продать, то, может быть, действительно Вселенная сохраняет для того, чтобы у вас здесь появился какой-то рост, какое-то развитие. Вот это вот без этого знания, кто мы на самом деле, то есть тогда, когда мы ещё зависим от социального положения, когда мы не разотождествлены, когда наша самооценка зависит, если я вот такой, то я молодец, а если я вот такой, то я полный ничтожества, на самом деле вопрос с деньгами, он так или иначе будет регулировать, присутствовать в жизни. Будут взлёты, будут падения, потому что наша душа-то, она не имеет никакого отношения к деньгам. К деньгам имеет отношение наше тело, душе без разницы, в каком мы финансовом положении. Поэтому, когда вот мы выходим на этот уровень «я есть дух», но при этом признаём, что «я есть дух» в человеческом теле, то есть «я есть Бог», да, но Бог, познающий самого себя через вот это физическое тело, вот через вот эти данные. Рябченко Алена Васильевна, вот у меня там метр семьдесят весом, тушка такая, поэтому будь любезна, да, я признаём, что мы есть духовная составляющая, всемогущая, вездесущая там со всеми причитающими регалиями, регалиями, но при этом у меня есть тело, и сейчас я нахожусь в этом теле, и я социальное существо, я занимаюсь какой-то деятельностью, и сейчас эта деятельность приносит благо этому миру. Ох, возможно, больше забочусь о других, чем о себе. Бич, бич духовных людей, бич. Здоровый эгоизм, мои хорошие, здоровый эгоизм. Когда не будет вас, или когда вам плохо, вы не будете в состоянии качественно заботиться о других людях. Забота о других людях – это замечательно, это великолепно. Мы все сюда пришли служить. И именно с этой позиции нам нужно научиться себя любить и ценить. Я люблю и ценю себя, как здоровая ячейка божественного поля, ну вот здоровая частичка этого. И мне следует учитывать свои интересы, потребности, позволять себе жить. И я позволяю себе жить так, как я хочу, только для того, чтобы реализовать свой божественный потенциал в том объёме, в котором я сюда пришёл его реализовать. Поэтому, когда вы заботитесь о других чуть больше, это говорит о том, что дефицит любви со стороны мамы. Тогда, когда мы недополучили вот эту степень принятия, и мы хотим заработать, чтобы нас любили другие люди. И это заботится о других прекрасно тогда, когда мы делаем это, когда это стоит на втором приоритете после самозаботы. Так, теперь по бизнесу. Что касается, да, хочу освободиться от бизнеса на самом деле. Есть какие-то уже другие цели на эти деньги. То есть есть уже, ну не знаю, есть знания тем, как вы распорядитесь. И вы чувствуете, что это уже грустно вас давит. Это говорит о том, что вы себе не позволяете где-то. А вот в степени непозволения здесь нужно будет разобраться. То есть почему вы себе не позволяете чуть больше качественной жизни, чуть более лёгкой. Это уже какие-то убеждения в вас сидят, которые блокируют. Поищите убеждения, либо, ну, ищите разными способами. Вот здесь, ещё раз говорю, все средства хороши. Используйте мастеров, астрологов, торологов, кого угодно для того, чтобы получить ответ. Потому что когда у нас есть потолок, ну да, вот этого ты достигла, ты молодец, там всё, всё вот это ты заслужила. А, к примеру, хотите чуть больше свободы. И вот этот как раз продажа этого бизнеса, она вам даст больше свободы. Но стоит где-то рычажок. Ну, слушай, ну ты зажралась, красавица. И всё. И вот этот рычажок, он вам не позволит. Вселенная просто будет удерживать это до тех пор, пока вы себе не позволите себе любимой жить так, как вы хотите в действительности. Любимые и любящие. Ещё раз бросаю ссылочку в чат. Знакомливайтесь какие-то, если есть вопросы по тренингу, и мы делаем 5 минут перерыв. После мы сделаем практику. Водички попить, размяться, изучить. И через 5 минут встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok